Нашей съемочной группе оказали теплый... Доброе утро. Доброе утро. Вы не видели Светлану Анатольевну? Нет, нет, не видела. Нет. Но то, что мы узнали позже, поверегло нас в полный... Это же голос того журналиста. А, да. Хотите посмотреть? Такой ужас. В одной из лучших гимнастик города процветают азартные игры среди школьников. А именно, покер на деньги. Это они мне с канала сбросили черновой вариант. Самое ужасное то, что руководство школы крышует этот беспредел, называя это новаторским методом изучения теории вероятности. Это же неправда. Может, это какая-то школа-конкурент заказала нас, чтобы репутацию подорвать? Не знаю, не знаю. И главное, с каким удовольствием он ел сосиски наши в столовой. Татьяна Федоровна, ну вы там были. Как им удалось это снять? Понятия не имею, Наталья Владимировна. Правда, я на пару минут отлучалась в туалет. Послушайте, нужно обратиться за помощью к тому, кто может нам помочь. Идея на миллион. Тебе лучше? Я думаю, мы в тупике. Сюжет выйдет уже сегодня вечером. А может и не выйдет. Знаете что, я сама поеду и встречусь с этим журналистом. Вот хотя бы пойму мотив и посмотрю им в глаза. Наташа, ты такая молодец. Правильно. Нужно идти до конца. Только сначала подышу свежим воздухом. Хорошо, что ты на этого Богдана вчера не повелась. Потому что мы с Иркой кое-что о нем узнали. И, в общем, лучше бы он марки коллекционировал. Вообще-то я с ним иду реферат сейчас писать. Чего он классный. Крис, тебе лучше от него отморозиться. Чего это? Ну, просто Танька, та, которая рыжая из моей секции. В общем, она с ним мутила и сказала, что он странный. Ой, вот это аргумент. Да слушай ты. Когда она его бросила, он весь город описал о том, какая она шлендер. Помнишь, мост перекрашивали? Подождите, девочки, ну вы скажете такое. Вообще не факт, что это он сделал. А вообще, Батаринке такие слухи ходят. Крис, так ты что, хочешь, чтобы от тебя такие ходили? Ну, ты даже не собираешься с ним дальше мутить. Оно тебе надо. Послушайте, девчули, я с ним пообщалась. И он хороший парень. Он предложил мне реферат пописать вместе. Главное, что мне, правда, легче. Я о Никите почти не думаю. Ну, смотри, Крис сама. Дважды в год никто мост перекрашивать не будет. Если я тебя попрошу, перекрасишь. Да, Крис, ну подожди, что ты обиделась? Крис! Тебе же вчера доступно объяснили. Спокойно, я со Светкой переписываюсь. Блин, капец. Что, даже Светку достал? Света пишет, что у Наташи проблема с сюжетом о гимназии. Ну и что ей не до меня. Подожди, ты же не собираешься ехать к Наташе? Ну, думал, собирался. Во, молодец. У Наташи токсикоз, проблемы с сюжетом, подружка-истеричка бегает туда-сюда, туда-сюда. Все в панике, что же делать? И тут приезжает другая истеричка, ничего не решающая, но очень заботливая и переживающая. О, вперед. А почему у меня такое странное ощущение, что в твоих словах есть смысл? Мой тебе совет, вообще никуда не рыпайся. Пусть женщина сама поймет, что ей плохо без тебя. Я лично сам так делаю. Да, поспешила с выводами насчет тебя. Я должен ей помочь. Надо позвонить Свете и поподробнее разузнать. Псс, улыбнись. Да, писать реферат от руки в 21 веке, это прям мега олдскул. У нас в школе вместо книг в библиотеке давно компы стоят. Ну, круто вам. Ты, кстати, иногда проверяй, может, и писать разучился. А ты прикольная. Спасибо. Ну, правда, не такая, как все эти фитоняжи. С утра сельдерей, набер яблочко, вечером водички попью. Ты прям... Знаешь, почему я на тебя запал? Ого, ты запал на меня? Просто, когда я увидел в галерее, как ты ешь, я прям подумал, эта кудрявая точно шарит в искусстве. Ну, и аппетит хороший. Ну, ты голодных любишь. Да, мне всякие сердца разбивали. Одна замутилась ботаником, чтобы списывать и сдать экзамены, получить хороший аттестат. А Танька, ну, в смысле, вторая, поцеловалась со старшеклассником на весеннем балу. Ну, ты не расстраивайся. Не все же девушки такие. А ты с кем-то встречалась? Нет. Ну, так, чтобы серьезно, что-то мы отвлеклись. Значит, вы по поводу этой гимназии номер четыре. Я понял. А как вообще нас нашли? Чувак, вы на ТВ-город работаете. Вас было легче найти, чем кнопку вашего канала на пульте. В общем, это, что вы хотите, чтобы неправдивый сюжет о школе не выходил. Точнее, сколько? Вы же не просто так черновую версию сбросили, да? Хитрецы. Хорошо. Это будет стоить... Чувак! Не забывай. Вы всего лишь на ТВ-город работаете. Пять тысяч. Три. Пятьсот. Мне нужно деньги с карточки снять. По рукам. А теперь, если не хотите, чтобы сюжет про гимназию дополнился информацией о взятке, валите отсюда. По-добру, по-здорову. Чувак, чувак, чувак. Это капец. Все нормально. Я думаю, он глифует. Может, нужно было на пяти соглашаться? Готовлюсь к уроку. Сижу. Сосредоточилась. И вдруг одно за одним пошли, сообщили. Одно за одним. Думаю, ну, я думала, мне. Потом смотрю, Игорь. Ну, думаю, знаешь, обо мне же, наверное, ой, он за это беспокоится. Я стала смотреть. Плавное. Тисуется тобой. Твоими проблемами. Не, ну, Игорь активизировался. Ты знаешь, я просто трубку не беру, и он решил пойти в обход. По-моему, это здесь же. Смотри, давай так. Ты направо, я налево. Я люблю ходить налево. Бонжур. Добрый, добрый день. Здравствуйте. Я с вами должна очень серьезно поговорить. А взятки? Ах, вот как у вас на канале все устроено. Так, знайте, это не в моих правилах опускаться до такого. Да вам и не нужно. За вас уже пытались. Кто? Ну, вам виднее. Простите, у меня дела, мне еще нужно музычку под сюжет подобрать, соответствующую. Вы же, вы же знаете, что это неправда. Если было на телеке, значит, правда. Как это будет здорово, если будет не только о финансовых проблемах учителей. Ну, это отличное. Наташа, Наташа, вызовите скорую. Тихо, тихо, тихо. Наташа, стоп, стоп. Да. Да, тетя Света, я поняла. Все хорошо, но я все равно приеду. Да, я поняла. До свидания. Господи. А ты как узнал, где я живу? Подружке сказали. Понятно. Слушай, я... У тебя срочное что-то? А то мне очень надо бежать. Маме плохо. Кристина, ответь, пожалуйста, это правда, что ты вот это все со мной общалась, только чтобы забыть своего бывшего. Тебе кто такой сказал? Девочки? Не слушай их. Просто ответь. Смотри, давай сначала... Кристина. Да или нет? Ну, я... Мы с тобой на выставке, когда там познакомились, я... Понятно. Ну, было же весело. И мы хорошо с тобой время проводили. И никто же не говорил об отношениях в будущем. И поэтому ты соврала, что в прошлом у тебя не было серьезных отношений, да? Прости. И не надо ничего писать на меня, только, пожалуйста, намасте. Намасту. Ты понял. Да не переживай. Ты этого не стоишь. Игорь, ты меня пугаешь. Поговори со мной. Я бы на ее месте тоже со мной развелся. Да ладно? Не сопли ты. Ты же не виноват, что кто-то решил обгонить школу Наташи, а? Рядом подержать не могу. На расстоянии только хуже делаю. Лучше, блин, просто отойти в сторону. Да, Наташ. Света? Наташа нехорошо. Мы в больнице на Тургеневской. А что случилось? Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Мы были на ТВ-город. Там Наташа стало плохо. Ну, как ты, клятую? Вы были на ТВ-город? Ну, такая история. Мы поехали по поводу сюжета. А там сказали, что Наташа кто-то взятку заносил. Но она не выдержала. Света, ты с кем так там долго? Все, я просто хотела, чтобы ты была в курсе. Пока. Капец. Я Наташу этой взяткой в больницу привел. Игорь, да не нервничай ты так. О, лучше зацени. Это я вчера снимал. Скажи, милаха, да? Ладно, я шучу. Работа у меня такая, ничего не поделаешь. А где вы работаете? Хочу знать, чтобы случайно вам резюме не отправить. Я работаю главным шеф-редактором на ТВ-город. Знаете, все те важные новости, типа, в зоопарке панда родила, там грядет подорожание картофеля. Вот это вот все через меня проходит. Так мы что, в больницу? Нет. Хозяйки енота. А, понятно. Ну, хоть немножко побыла я директора. Натали, ну, не нужно себя хоронить. Еще все может быть хорошо закончится. Да и кто сейчас верит этому телевидению? Все знают, что это сплошное вранье. Да. Да не переживай, Светик. Я все переживу. Нейтрально. Я переживаю, но я переживаю. Слушай, а давай я тебе для подъема духа расскажу, как мне аппендицит вырезали. У тебя сразу настроение поднимется. Сейчас. Ну, короче. И что? Так, Рома, ты мне напомни, пожалуйста, кто такой оператор? Так, значит, взял свою камеру и быстро пошел снимать. Понял? Так, кто такие? Новенькие? А, нет. Мы это, вашего енота лечили. А, чем могу быть полезна? Тут такое дело. У меня есть жена, бывшая. У нее проблемы на работе. Она директор школы, ну, гимназии. Господи, а вы до завтра сформулируете? Короче. Да вы что, охренели, блин? Вообще без головы. Вы бессмертные, что ли? Вы мне объясните. Вы знаете, что бывает за заказной сюжет? Нам Контилев рассказывал. Кто такой Контилев? Ну, которого вы в прошлом году уволили. Хромой такой. Но он все равно о вас хорошо отзывался. Так, ясен, красен, что сюжет про гимназию в эфир не пойдет. Так что, взяли теперь листочки А4 и красивым почерком написали заявление об уходе. Ирина Леонардовна, ну, как мы... Так, свободны оба. Засранцы. Запороли мне эфир. Вы их наказали? Вы запороли мне эфир. Фига себе заявочки. Да? Потому что, если я убираю какой-то сюжет из новостей, то мне его чем-то нужно заменить. А мне нечем. Разве что ты или ты родишь меня его сейчас на моих глазах. Так что, сюжет в эфир пойдет. Нет, нет, подождите, пожалуйста. Я на все пойду, чтобы этот сюжет не вышел в эфир. Ну и, короче, потом этот интерн каждый раз искал повод, чтобы посмотреть на мой шрам от аппендицита. И... Мамочка. Мамочка. Солнышко, у меня все хорошо, все хорошо, не переживай. Здравствуйте, Света. Точно все хорошо? Все хорошо. А то, как обычно, вот это, скажешь, что все хорошо, а потом полная ж... Попа. Ну, мне ты можешь поверить. Мамочку прокапали, она теперь у нас огурчик. Вот такой вот бледный, зеленый огурчик. Так, а который там час у нас? Что-то часы стоят. Почти восемь. О, так это время похорон моей должности. Светуль, включай телек. Давай. Мама, а ты уверена? Да, все нормально. Я смирилась с тем, что мне нужно будет искать новую работу. Это чистый интерес. Точно? Светулечка, включай телевизор. Ты же не хочешь, чтобы я вставала? Точно. Да ладно, дружище. Ну, не переживайте так, ну. А теперь новости культуры. Специализированная гимназия номер 4 отметила свой сорокалетний юбилей. И мне подсказывают, что это был праздник похлеще дня города. И завершает выпуск новостей случай, произошедший буквально час назад возле одного из городских банков. Неизвестный, с требованиями не повышать кредитную ставку, устроил одиночный пикет возле отделения банка, так как внутри его отпустили. Давайте раздеваться, сахар! Сама акция протеста длилась около двух минут. Это все новости на сегодня. Далее у нас прогноз погоды, где Василий Стук расскажет, ждет ли нас солнышко этой хмурой осенью. А мне только кажется, что мужчина в банке. Ты, нет, мама, папа бы на такое никогда не пошел. Девочки, главное, сюжета про гимназию не было. не вышел. Мне зоя 4, и я голым бегал около банка. Главное, у тебя все получилось. Сюжет не вышел. я не понимаю, за что я вам заплатила деньги, если сюжет не вышел. Да, мне наплевать, что вас уволили. Я настоятельно требую, слышите, требую, чтобы вы вернули мне деньги. что? Да, мерзавит. Ах ты, негодяй. Это я должна быть директором. Я заслужила это. И вот я открываю дверь, а там он опять стоит, смотрит на меня. Ну, я не удержалась, схватила и съела его прямо там, возле холодильника. Кого? Кого-кого, пирожное? Блин, мы же про Мишку из Десятва говорили. Ну, так да, это он мне его подарил. А я как раз на диету села. Ты вообще меня слушала? Да, конечно, слушала. Гера, ну ты чего? о, Крис, Крис, привет! Привет! А вы нафига рассказали Богдану о том, что я встречалась не только ради того, чтобы Никиту забыть? Ты серьезно? Мне ничего такого не говорили, он просто спрашивал, где ты живешь? Мой отличный отыгрыш, девчонки. А это он так просто сам мои мысли прочитал, да? Про Богдана знали только вы и я. Ты что гонишь? Зачем нам это делать? Я спрашиваю, зачем? Я спрашиваю, зачем? Зачем? Объясните мне, это что, это зависть? Или я не понимаю? Неужели правду говорят, что женская дружба не бывает? Слушай, что она сегодня съела? Может, тоже пирожное? Слушай, ты что-то не знаешь. Слушай, ты что-то не знаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идем на кухню, поедим и спокойно побеседуем Игорь оказался такой хозяйственный Чего ты раньше там бы не приводил? Посуду все перемыл Я вообще не знаю, как его жена-то посетила Была бы я чуточку молочная И хочется просто чувствовать Внимание и заботу Туха, не глупей Да пошел Откуда это у тебя? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...